рада приветствовать всех на своем канале с вами барыльченко татьяна и давно обещанный давно обещанная заявка отшива набора который называется вместе навсегда вместе навсегда в моем случае вторая часть автор разработчик и продавец этой этого набора это группа в одноклассиках который называется бисер бисер бисерок или магазин бисерок шоп ну и хозяйка магазина валентинка бисеринка с которой вы уже многие знакомы я если кто-то ну может быть случайно забрел ко мне на канал или может быть недавно только познакомился с моими видео роликами и не в курсе что первое что я планировал отшивать это вместе навсегда и вот сейчас вы видите разницу здесь полная луна здесь луна обрезанная ну почему то все таки я решила вышивать этот набор мне кажется он интереснее что ли куда интереснее да я получила первый набор в подарок вот в такой папочки и соответственно вот такая коробочка с бисером сейчас я вам все расскажу и покажу ну и как-то затянул затянулось мое начало и видимо было не зря затянуто валентинка бисеринка мне прислала схему вот этой части и дослала недостающий бисер ну вернее бисер которого возможно не хватит если я буду отшивать полную версию этой картинки вышивать я этот набор буду в совместном отшиве вы знаете я предложила алле романюк ссылочку на ее канал я оставлю внизу под видео она купил такой набор и я говорю алочка давайте вместе отшивать потому что вот у меня как-то вот такие вот совместные мини отшивки они продвигают работу очень здорово поэтому я попросила и его предложила вернее правильно сказать ей поучаствовать совместном отшиве она закончила какие-то свои дела я закану я имею ввиду вышивки я закончил какие-то свои дела выше это работа как бы залежалась у меня мне хотелось давно к ней приступить и вот видите такая совместная организация поможет ее конечно здорово и продвинуть и закончить когда я показывала в своих видео по моему не то буднях не то прямых эфирах что хочу начать эту работу совместном отшиве и какой-то идея поступила такая не помню кому первому она пришла в голову мне или моим девочкам зрителям а давайте вместе поучаствуем да у кого есть пара волков и неважно какой производитель у этой пары бдв бутерфляй или вот как моем случае вальтинка бисеринка и создала в группе вконтакте группу которая называется вышивальные трели там я организовала альбом который называется с о вместе навсегда отшив ваков я не собиралась какой-то там совместный проект организовывать но вы знаете мне кажется это людям показалось интересным многие мне написали что хотят поучаствовать поэтому скидывайте туда свои фотографии и каждый месяц концу каждого месяца ну давайте числа двадцать восьмого двадцать девятого вы будете скидывать последний отшив и под ним месяц за какой месяц за март за апрель за май и так далее я буду знать что это последняя ваша фотография буду включать ее такой знаете слайд шоу будет из фотографий девочек которые вышивают своих волков если есть у кого-то такой набор а я знаю что такие наборы есть у многих девочек вы тоже можете присоединиться на сегодняшний день 14 15 наверное уже марта не так в принципе и поздно я думаю что по одному листу в неделю или по одному листу в месяц с любой скоростью который вам и удобно и интересно вы можете вышивать тут не будет никакого марафона да здесь будет просто хорошее удовольствие совместного отшива этих замечательных благородных животных может быть мы еще поговорим о них может быть у кого-то есть какие-то интересные истории связанные с волос волками в общем такой у нас будет небольшой кружок вот что же я уже сделала для того чтобы приступить к отшиву так я распечатала себе схемку а эта схема находится на десяти листах сама схема да на десяти листах я уже приготовила первый лист я всегда вышиваю сверху так у меня в наборе изначально лежала канва цвайгард немецкая но мне бальдинка прислала другую канву которую она сейчас кладет в наборы это белорусская канва так что же я сделал я все-таки и разлиновала разлиновала собственно есть 200 бисеринок на 180 я разлиновала пока только до нас восемь тоже и разлиновала здесь очень логично вышиваются листы 50 50 50 50 но и соответственно сюда вниз очень логичная схема все очень удобно значки очень понятны валентинка дает и цвета символьную схему и черно-белую схему кому как удобно я воспользуюсь пожалуй вариантом черно-белой схемой чтобы не уже глаза не уставали потом поскольку я буду вышивать только вечером на как же я приступаю к своей работе наверняка будет многим интересно потому что у многих есть этот набор и этот или любой другой на чистой канве и люди боятся к ней приступить к этой работе я всегда вышиваю с верхнего левого угла ну собственно как мы пишем да вот мой первый лист здесь размещается четыре листа вот таких а4 схема достаточно крупные значки отличимы друг от друга то есть нет совершенно похожих значков здесь сейчас я посмотрю по моему 24 цвета что я делаю я уже разлиновала да я понимаю что я сейчас буду вышивать на вот этих вот клеточках вот на этом кусочки посмотрела какие значки какой бисер соответственно участвует вот именно в этом листочке я нашла весь этот писем убрала его выбрала его из этой коробочки кроме того что а здесь замечательные пакеты в которых находится бисер вот прям вот качественные плотники я нарисовала значки для себя да здесь просто ручкой нарисовала и вот здесь у меня был предыдущий предыдущая работа была и я не стала отклеивать старые значки я просто на них нарисовала необходимые мне то есть я циферки не стала отклеивать и нарисовала на них необходимые мне значки вот сердечко здесь просто кругляшок такой и так я наверное буду поступать все очень удобно это органайзер от волшебной страны пока мне с ним удобно здесь и цветов совершенно немного так я вам сейчас точно скажу цветов здесь 24 я вырезала сначала выкры копировала и вырезала себе вот такие значки думала повожу их в ячейки с бисером но нашла другой выход и вот я же говорю на вот этих бумажечки которые для органайзеров волшебной стороны продаются я на них просто рисую значки все меня это абсолютно устраивает бисер пока лежит в очень удобной коробочки пока я ничего пересыпать не буду было положено два фломастера водяной и исчезающий исчезающий естественно мне не подходит хотя он бы подошел если бы я вышивала допустим частичную вышивку водяной который растворяется от воды мне абсолютно подошел и я его использовала для того чтобы расчертить многие вышивают не расчерчивая по клеточкам я это делаю только для того чтобы контролировать отсутствие ошибок мне очень жалко времени на то чтобы перепарывать и выкалывать и так далее отслеживать пересчитывать и клеточки мне просто помогает я понимаю что сейчас вот здесь возле этой линии вышивая у меня должно быть три красных например да ой а почему же у меня тут только две красных то есть вот как бы я потратила время на разлиновку но я сэкономлю время на том чтобы перепарывать выпарывать свои исправлять свои ошибки хотя со временем конечно привыкаешь не делать ошибок как я обрабатываю канву многие ее верлужит многие ее обшивают ну канва субстанция рыхлая и мне очень жалко проходить ее верлоком потому что ну я как бы нарушаю и без того рыхлое полотно врезаясь в него иголкой я беру обычный самый обычный клей пв а и прохожу клей прозрачный он немножко схватывается да он боится воды он легко отстирывается и и он дает возможность вот видите хотела бы высыпаться ниточка здесь да она уже просто замерла потому что ну высох клей и замечательно держит ниточки все на месте ниточки не вылазит из ткани так просто смазала край и дала высохнуть все это вся обработка и так между прочим я делаю уже довольно давно может быть тут меня судит нет у меня есть верлок собственно и даже два дома в один справлен белый ниточки другой черный ну так осталось от работы у меня поэтому позволить себе провернул что я могла ну вот я говорю как-то с именно с конвой я так не делаю с тканью я обязательно обрабатываю тканью верлоком а вот канву аиду я все-таки промазываю клеем начинаю я с тех цветов которые у меня здесь есть вот их вы видите всего четыре вот еще маленькие бисербистый и потом я буду насыпать необходимый бисер по мере добавления этого бисера в рисунок все очень просто ниточки сюда положены я еще такими ниточками не вышивала не такие достаточно плотные это стопроцентный пулистер я думаю и они такие толстенькие я в дело первую ниточку в иголку посмотрю как они крутятся махрятся как они все ведут вышивки ну и соответственно если мне не понравится я их заменю а если понравится то я буду продолжать работу этими ниточками все как же я буду держать схему сейчас я вам тоже покажу итак что касается бумажной схемы возможно наверное есть сага и можно наверное эту схему переложить на сагу потрудиться кто привык вышивать ниточками по саге я вышиваю по бумажной схеме меня все устраивает раньше я вычеркивал сейчас я ничего не вычеркиваю есть от прим по-моему от прим если не ошибаюсь а может и нет вот такой металлический лист он уже такой достаточно старенький повидавшие виды он продается во всех магазинах вот наверное вот такая фирма вот рукодельных а к нему идут вот такие магнитные линеечки длинненькая покороче я передвигаю каждый раз отшив линеечкой один ряд я передвигаю просто если у вас нет такой магнитной доски вы можете использовать обыкновенные планшетки вот для маленьких схем у меня маленькая планшет очка для больших схем у меня большая планшет очка кто-то любит чтобы схема лежала перед ними в горизонтальном положении например да вот так и вы можете положить схему положить линейку и то же самое делать кроме линейки есть еще такие специальные полукруглые линейки с магнитами даже и если серединке есть такой красненький курсор я просто не приготовила простите не могу вам показать и немного увеличивает центр чтобы если вы плохо видите чуть было лучше увеличена до подсвечена скажем так если вам неудобно чтобы у вас лежал рядом до горизонтально схемы ли тянулся далеко и вам хочется я использую такую подставку для ноутбука что вот эту эту я ставлю но такую вот подставочка если у вас нет такой подставочки ну в конце концов есть школьная ученическая подставка у меня на такая старинная при старинная вот я использую ее если у меня допустим занята это как вариант у меня есть еще на лампе вот такая прищепка вы можете припады приспособить держать схему вот в такой прищепке на то есть у меня несколько вариантов если вас вам хочется в вертикальном положении но у вас нет магнитной доски какой выход из положения вы крепите схему берете линейку металлическую или тоненькую вот у меня видите какая-то вообще пластиковая закладка да есть берете два магнита моем случае сейчас самые простые магниты но у меня есть очень хорошие крепкие магнитики я всегда использую вот и линеечку можно держать их при помощи этих магнитов ну вот чуть-чуть надо магниты покрыть посильнее неодимовые взять эти такие слабенькие куда я их делал просто найти не могу сейчас вот таким образом вы ставите свою схему опять же сюда и следите за ней в общем вариантов масса но я вам показываю самый удобный и самый доступный чтобы вы могли ну начать уже и вышивать спокойно чтобы вас ничего не мучило ни один вопрос ну конечно я не могу все вопросы предусмотреть вернее ответить на все вопросы предусмотреть все невозможно но я думаю что вам несложно будет написать под видео тот вопрос который вас интересует и я обязательно на него отвечу вот собственно вся организация я люблю много иголочек надевать порядка 10-12 иголочек у меня всегда в где-то и закончилась одна я вышиваю другую чтобы знаете вот не спугнуть удачу до времени всегда очень мало вечером и я на диван и диван и диван и диван и диван и быстренько уверенной рукой и сажусь вышиваю вот собственно вся история моя с волками с волками с волками наверно правильно сказать это замечательная пара начинает свой путь в моем в моем совместном отшиве я желаю себе удачи и соответственно вам удачи интересного отшива и жду конечно ваших фотографий но пока я отключаюсь